всем привет с вами домашняя кулинария сегодня у нас бесподобное печенье к чаю который можно готовить не только на каждый день они идеально подходят на праздничный стол и для начала я просеяла в миску муку куда добавляю размягченное сливочное масло и надо будет руками масло с мукой перетираем мелкую крошку ну вот такая вот крошка мелкая у нас получилось а теперь делаю небольшое углубление сюда я добавляю сахар вот так немного перемешаю а также нам понадобится пол чайной ложки соли все постоянно перемешиваю добавляю ванилин или ванильный сахар и сухих ингредиентов последнее что я добавляю это разрыхлитель 1 чайная ложка разрыхлителя есть достаточно вот такой вот массу у нас получилось последнее что нам осталось делаю углубление добавляем молоко и нам понадобится одно яйцо вот так вот я руками перемешала и да и будем вымешивать тесто долго я замешивать не буду вот так вот все ингредиенты надо будет соединить в один большой комок ну вот такой вот тесто у меня получилось которое я помещаю полиэтиленовый пакет ставлю в морозильную камеру на 15-20 минут или в холодильник на 1 час за это время я приготовлю начинку а для начинки я взяла два яблока очистил и удалила сердцевину семена нарезаю вот на такие вот и надо будет измельчить блендере я приготовлю вот такую вот яблочную начинку но если вы не хотите долго заморачивать вы можете взять любой джем яблочные сливовые персиковые абрикосы совсем не важно получается все равно очень вкусно а я быстро вот так измельчу яблоки все нарезанные яблоки перекладываю блендер и должна буду измельчить до однородной массы ну вот посмотрите какая масса у нас получилось я беру сотейник яблоки перекладываю сотейник у меня здесь остались небольшие кусочки но это не страшно это даже хорошо а теперь я сюда добавляю две столовые ложки сахара немного корицы это по желанию все перемешаю ставлю на газовую плиту доведу до закипания оставлю на пять минут и наша начинка готова вот посмотрите какая яблочная начинка у нас получилось я оставляю ее остыть но мы переходим к тесту я достаю тесто из морозильной камеры и беру пекурскую бумагу и будем раскатывать тесто на пекарской бумаге вот посмотрите какой толщины тесто у нас получилось а теперь я беру форму для печенье и вырезаем вот такие вот круглые заготовки ну а я собрала обрезки немного вот так вот соберу их в один большой комок и снова немного раскатаю и будем вырезать круглые заготовки не смогу вырезаю заготовки и перекладываю на нашу бумагу и таким образом я буду формовать до тех пор пока не закончится тесто вот так я переложила печенье на противень а теперь беру форму маленького диаметра или если у вас нет такой формы можете взять насадку от кондитерского мешка и получается тоже очень удобно ну а я вот своей формы вот так вот вырезаю середину вот такие печенье у нас должны получиться и оставшуюся из оставшегося тесто я продолжу формовать наши заготовки посмотрите ровно 20 штук вот таких красивых печенье у нас получились я доставлю начинку из холодильника она уже остыла и равномерно распределяю яблочную начинку поверх нашего печенья вот так вот равномерно я распределила яблочную начинку ну и сверху я вот так вот обязательно немного кокосовой стружки если вы не любите кокосовую стружку вы можете грецкие орехи перемолоть мелкую крошку и вот так вот равномерно распределить ну и последнее что нам осталось я ставлю против духовку 190 градусов 20 минут я обязательно покажу что у меня получилось посмотрите какие шикарные печенье у нас получились они идеально подходят на праздничный стол и последнее что нам осталось я шоколад поместила полиэтиленовый пакет опустила горячую воду чтобы шоколад растопился ну а так как у нас шоколад для праздничного стола мы его оформим вот таким вот вот таким вот образом вот такие шикарные печенье у нас сегодня с вами получились уверенно вам понравится готовьте радуйте своих родных и близких ну а если вам действительно понравится наш сегодняшний рецепт подписывайтесь на канал ставьте лайки комментарии всегда ваша домашняя кулинария пока